Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь от простуды. По сведениям Минздрава, на сегодняшний день среди казахстанцев процветает самолечение. В аптеках обилие лекарственных препаратов и фармацевты, которые всегда помогут советам. Посещать доктора из-за обычной простуды или головной боли люди считают пустой тратой времени. Депутат Хусейн Валиев на пленарном заседании Сената предложил прекратить, как он выразился, этот неконтролируемый лекарственный хаос. Народ просто по рекомендации не специалистов атакует аптеки, не зная, что берет, за какую цену, которая, в общем-то, неизвестного происхождения, и никто за это не несет ответственности. Я в этом плане говорю, что нужно навести какой-то контроль. Валиев ссылается на практику западных стран. Там без рецепта купить медицинский препарат невозможно, утверждает политик. Также он указывает на то, что если есть доктор, который прописал средства, будет с кого спросить в случае неэффективности лекарства или нанесению вреда здоровью. Таким образом, и на аптечных фармацевтов ляжет больше ответственности. Костанайские врачи считают, что никакой необходимости в подобном предложении депутата нет. Аптеки работают по приказам, и этого вполне достаточно. Без рецептурный отпуск, который уже давно обговорен, и список существует, мне кажется, нет смысла его пересматривать, и нет смысла ходить больному к доктору за тем, чтобы получить эти препараты в аптеке. Во-первых, из-за их безопасности. Во-вторых, чтобы не перегружать врача. У Костанайской народной целительницы Людмилы Архиповой на этот счет свое мнение. Без рецепта, конечно, категорически нельзя отпускать лекарства людям. Более того, я могу сказать, что лекарства для лечения людей в принципе не требуются. Дело в том, что все причины болезни человека, они находятся внутри нас, они находятся внутри нашего сознания. Врачи, безусловно, считают иначе. Лечить лекарствами нужно. Но в случае ужесточения безрецептурного отпуска лекарств в поликлиниках появятся большие очереди, и людям, которые нуждаются в реальной помощи, станет сложнее попасть на прием. По их мнению, проблему необходимо решать другим образом – повышать уровень медицинской грамотности населения.